Здравствуйте. Хотел бы сегодня обсудить такую тему, какие моменты влияют на нашу судьбу. Мне много спрашивали, веришь ли ты в судьбу и так далее и тому подобное. Мой ответ по этому поводу, я бы хотел даже привести цитату моего духовного наставника Шри Шри Рави Шанкара. Это международный духовный лидер. Я являюсь его учеником. И его цитата такова. Ваш рост – это ваша карма. Ваш вес – это свобода выбора. То есть, короткая цитата заключает в себе очень многое. И я действительно такого же мнения придерживаюсь, что у нас есть какие-то вещи, которые мы должны пройти, учитывая, допустим, знания небольшие, астрологии. И, естественно, у нас остальное – это наша свобода выбора. И в первую очередь свобода выбора, как ни крути, но чтобы что-то выбрать, мы должны принять решение и поставить цель. И не даром я очень глубоко изучаю эту тему и стараюсь донести людям какие-то знания именно в этой сфере. А по поводу того, что влияет на нашу судьбу, это есть в физической психологии, есть несколько моментов основных. Первое – это как раз-таки карма. То есть, какой-то процент, разный процент у людей есть, у каждого свой, каких-то уроков, которые мы должны пройти. Вот, это раз. Второе – это наше образование. То есть, образование… А, ну, карма – это, например, где мы родились, родители наши. Мы же не выбираем, вроде как, осознанно, в каком городе мы рождаемся и в каком-то социальном достатке, в каком-то статусе. Вот, это карма. Второе – это образование. Это то, что мы, в принципе, выбираем. Ну, кому-то отчасти родители сначала выбирают, но в дальнейшем мы это уже сами выбираем. То есть, куда мы там поступить, как мы будем учиться, как мы сами будем развиваться, то есть, какие книги мы читаем и читаем ли вообще, да, тренинги различные, там, курсы повышения квалификации, коучинги, тренинги, образование, книги. Вот это вот все – это и есть образование. И это очень сильно, ну, как бы меняет нашу судьбу. И в физической психологии об этом очень многое говорится. Вот. Вот. И третье – ну, как бы три основных таких. Есть другие моменты, но вот три самых важных, самых основных, которые там в процентном соотношении занимают, там, ну, например, 100%, да, самую большую, большую часть влияния. Вот. И третье – это наше окружение. Это очень важный момент. Кто подписан на мой инстаграм, тот наверняка видел, как я много этому уделяю внимания и как я много об этом писал. Вот. И, ну, как бы, очень важно подбирать свое окружение. Недаром многие говорят, что, ну, как бы, если хочешь развиваться, держи в своем окружении или, там, вливайся в то окружение, которое выше тебя в чем-либо, чтобы ты мог учиться у них. Вот. Вот. И постоянно, ну, как бы, я в своем поле держу людей, на которых я смотрю и, ну, чему-то новому учусь, развиваюсь. Если у меня таких людей нет, я просто, там, ищу какие-то, там, тренинги, либо курсы, либо в интернете, в ютубе, там, смотрю что-то. И это мне помогает, ну, самому развиваться и видеть свои дальнейшие цели, свое дальнейшее развитие, каким я хочу быть в будущем, да, стать. И в какую сторону я хочу развиваться. Поэтому это очень важно. И посмотрите внимательно на свое окружение и определите, с кем бы вы, с кем, во-первых, вы осознанно общаетесь, с кем неосознанно, да, какие люди, может быть, паразиты в вашем окружении, да. Вот. И я бы советовал, конечно, избавиться от таких людей и создать самому, потому что это наш выбор, создать самим наше окружение, которое нас поддерживает, вдохновляет. Помогает, помогает развиваться и, ну, это очень важно, чтобы окружение нас поддерживало. Вот. На эту тему очень много цитат есть, я даже не буду приводить, вы, думаю, сами можете вспомнить. Вот. Поэтому уделите внимание вот этим трем важнейшим факторам, да. Ну, карма это, как бы, осознайте, да, то, что поблагодарить себя и вселенную Бога, Аллаха, там, Будду, макаронного монстра, там, не знаю, вот. За то, что вы родились в каком-то, в том или ином городе, в тех или иных условиях, своих родителей поблагодарите. Ну, как бы, нужно это принять, поблагодарить и, ну, как бы, из этого что-то вынести, да, к чему вы в дальнейшем хотите стремиться. Вот. Второе, это, конечно, как я и сказал, это наше образование. Определите сферы, в каких вы хотите развиваться, поставьте цели, чего вы хотите достичь, может быть, образование какое-то классическое, да, ну, я имею в виду, там, дипломы, там, докторские и так далее, тому подобное. Какие книги вы в течение года хотите прочитать, напишите прям. Затем тренинги, может быть, курсы какие-то, коучинги, мастер-классы какие-то хотите пройти, лекции и так далее, тому подобное. И, конечно же, окружение, уделите этому внимание, посмотрите, с кем вы сейчас общаетесь, с кем вы раньше общались, может быть, в какой-то период жизни у вас было так, что вы поменяли свое окружение и ваша жизнь как-то изменилась. Отметьте это, как это, вот. И представьте, ну, как бы, можете написать цель, да, какое окружение вы хотите видеть в дальнейшем в своей жизни. Вот. Я желаю вам успехов, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на инстаграм. Желаю вам успехов и всего хорошего.